всем привет меня зовут аня я из кольца штутка германия сегодня пятница 14 апреля преддверие пасхи у нас сегодня выходной я не работаю поэтому меня есть время снять видео за эти три недели мне очень жаль что вам приходится меня ждать просто на работе у нас с февраля месяца такой завал что я не могу до сих пор себя организовать я работаю у консультанта по налогам я ассистентом считаюсь по немецкому названию моей профессии у нас идет такая перестройка в бюро без горбачева ну как она называется структуру меняем просто некоторые коллеги у нас уходит связи с экзаменами по учебе и нам приходится принимать ихнюю работу а также переквалифицироваться немножечко в нашем бюро то есть меня ждает очень продуктивный год в этом 2017 году и я как-то не могу себя организовать чтобы снимать видео я прихожу вечером конечно же все темно и не очень хорошо снимать но и сейчас в принципе не лучше сейчас день и но у нас пасмурно как всегда перед пасхой будет идти дожди я надеюсь что воскресенье к пасхе как раз все будет замечательная солнечная хорошая погода вы перед собой видите папку она обычная вот такая папка тут с файлами и вот в таких вот файлах я храню свои остатки наборов и конечно же последнее что было у меня но не последнее но то что я уже вышила и отложила сторонку хочу вам показать остатки наборов схема у меня чистая не черкаю схемы я их принципе и не копирую просто пальцем все высчитываю считаю что это вполне нормальная работа процесс работы вот тут у меня остаточки от всех моих баннеров но мелхилл я хочу конечно же нитки оставит ладно а вот бисер его как-то организовать в какие-либо баночки потому что это все-таки мелхилл мало ли понадобится вот мой еще один баннер мой снеговичок и вот еще моя готовая работа которая я вам покажу вот в таком виде я ее организовал это все остатки и вы знаете вот мои другие я просто так по тематике не тоже по тематике а потому что я вышивала то есть по одноименной скажем так сюжетом это я себе оставлю я еще буду его еще раз вышивать еще один раз да я вышивала его подруги в подарок вы можете увидеть ну давайте я вам покажу эту работу которая была самая первая готова и предупреждаю сразу что я ничего не оформа оформляла связи с тем что работа у меня забирают практически очень много времени и с тем что я до сих пор покупаю мебель свою маленькую квартирку конечно же еще и автошколу оплачивать надо каждый месяц у меня уходит практически 25 процентов на автошколу с моей зарплаты о чем я веду просто у меня нету возможности покупать для оформления какие-либо материалы и представления имею а покупать как-то мне не получается вот мой готовый баннер моя весна конечно же как вы видите моя от себя чина тут присутствует принципе везде вышивки присутствует что-то я добавила вот здесь вот такие вот бисеринки они голубого цвета это были остатки от моего набора орхидеи с трубой от производителя картины бисером моей лэйзи дэйзи конечно же как первоначальные лэйзи дэйзи в общем туда-сюда но я пробовала видите все таки чему-то учусь очень красочная работа мне очень нравится здесь не присутствуют никакие полукресты здесь только крестики что меня очень привлекает и у меня остался баннер летний вышить от dimensions и мне так не хотелось его вышивать потому что ну что значит не хотелось вышивать емду даже притрагиваться начинать его что-то потому что я думала что там будут все-таки какие-то полукресты но не тут то было вот он мой dimensions вернее наборчик видите 72 74 134 и здесь нету никаких полукрестиков то есть здесь канва видно как вы видите она голубенькая имитирует видимо небо вот такие жабы улитка жаба мама вот я не знаю или второй раз беременная уже или просто еще от беременных жиров не отошла боже как я этого боюсь как вы понимаете у меня здесь вместо крестиков будут опять же бисеринки идти это для общей картины хотя они у меня не висят вместе но все таки может быть в маке я тоже добавлю черные бисеринки и вот здесь и цветы конечно же с французскими узелками они выглядят как цветочки но может быть я все-таки добавлю бисер белый какой-нибудь перламутровый я пока что не знаю будут думать но давайте откроем и посмотрим что в нем находится буду шуршать немножечко потерпите на тут клея конечно не не жалеет так я обложку оставлю чтобы она не приклеилась и не испортилась вот этот откладываем так смотрим на держатель как обычно я его всегда заклеиваю всякой ерунду и при оформлении так намотана тоже вкусные цвета очень красивые цвета сейчас покажу очень красивые цвета очень вкусные не то чтобы прям жаркие вы знаете такие цвета можно в принципе и с осенью и с весной и с летом ассоциировать так ладно давайте к делу на первой планшетке находится 7 цветов на другой планшетке находится тоже 7 цветов то есть у нас будет присутствовать 14 цветов для этого баннера самый больше цветов находится вот здесь вот на этой планшетке пазм вернее очень вкусная конечно солнечные это будет у нас вышиваться вот это вот будочка да вот этим вот цветом и конечно же края как окантовочка так значит 14 каунта у нас идет канва она голубенькая нежно-голубого цвета то есть это не серого цвета размерчик будет у нас почти 13 на почти 20 с половиной замечательная канва как обычно жесткая ну буду я их на пальцах как-то пробовать вышивать так в этом наборе схема имеется ключ и иголочкам значит что нас ключ и у нас два бленда имеется ну и различные всякие бэкстич и сколько их четыре цвета бэкстич и будут присутствовать есть французские узелки три вида но я бы не три вида в трех местах и разными цветами то есть тремя цветами ну что ж буду я его вышивать вечерами после работы потому что в принципе работы с кресик у меня бы уже больше нет и я вышиваю сейчас только бисером что значит сейчас я наверное может быть два дня вышиваю только бисером это несколько часов то есть часик или два потому что стоит глаза и после работы вечером вышивать бисером не очень хорошо давайте я вам покажу следующую свою маленькую работу если честно сказать от маленьких работ я очень устала мне хочется чего-нибудь грандиозного вот моя следующая работа это реолис да тут есть тоже небольшая от себя чина конечно да от себя чина моя это ломаный бэк на котятах потому что чуть я так вышила и у меня они расплылись по всей этой картине и я их просто не видела и я подумала не так не пойдет будем их учету тут делать но на белом котике видно что ломаный бэк но я переделывать ничего не хочу как и у меня усики вот такая вот блестящая нитка у меня от гютерман идет она такая жестковата но это не леска а именно такая вот ниточка и на луне я тоже добавила вот эту нитку блестящую вот можете видеть чуть поблескиваю да и вы знаете когда они у меня висят у лестничной площадке вернее в лес да на лестничной площадке у моей двери они висят и вот именно этот электрический свет на зимнем например с моем сюжете вот это триоли с этого кота они очень классно блестят вот именно поблескиваю да вот такое ощущение что именно блестит снег у меня снежинки были или усики котов но в общем я сделала точно так же крестики у меня конечно как вы видите ну не знаю мне это вышивка шерстью она мне и нравится не нравится потому что в принципе для меня здесь не видны крестики а полукресты и конечно же я не умею еще толком ровные крестики вышивать шерстью он у меня это не останавливает вышивать именно шерстью кстати я купила еще один себе набор с вышивкой шерстью триолис я вам покажу мне сюжет очень понравился меня идут ко мне вообще идут два набора я после подарка от своей подруги посмотрела что там находится в этом майбобини заказала себе два набора желаемых они у меня были в списке желаемых наборов значит вот такие вот дела с этими котиками котики меня закончились остатки остались возможно одной моей подружкой и подружки вышивальщицы они понадобятся если она вспомнит что она и хотела если нет то буду раздавать наверное вообще надо от остатков избавляться я не знаю я дименшинс нитки тоже не собираю потому что у меня столько наборов я не успею этот то что у меня есть выше за всю свою жизнь а то еще какие-то делать подборы если уж что я ну не знаю я не смогу все равно подбирать такими нитками дименшинс там хоть и номерочки есть ну не мое как там это подбирание от остатков так и покажу вам небольшие покупки которые я сделала это буквально небольшие я купила себе такую коробочку для своих шармиков у меня их мало поэтому коробочка такая малепусенькая вот она стоила 1 евро эта коробочка да в принципе все принадлежности которые здесь находятся они недорогие дорогие были вот ну вот кроме вот этих вот этикеточек они довольно дорого стоят несмотря наверное где покупать но у меня у здесь музыка лачки у меня здесь вот такие вот серебряные которые разнообразные идут потом здесь вот такие вот желтенькие шармики и которые именно к рукоделию относятся шармики но и все остальное которое вот это мне подарили это мне подарили это мне подарили это мне подарили это это я купила не знаю зачем мы может быть если маячок сделаю и кстати маячок да маячок мне подружка аля ее канал aurora borealis она мне подарила вот такие вот иголочки 26 неплохие иголки эти dmc но да и и вот такие вот бабинки такие бабинок у меня нету я буду пробовать и я вижу что здесь щелочка это или как называется зауситься очень не знаю называется прорезь она действительно теснее уже чем у китайских бобинок ну я в принципе все равно и эти бобинки люблю эти могу использовать эти наверное я буду перематывать когда будут у меня ниточки в процессе хотя мне это не очень удобно в общем посмотрим в любом случае это пойдет на ниточки дам почему она мне сделала такую маленькую посылочку потому что она ответила на мой призыв и она мне выслала вот такой вот маячок для моего нитков одевателя я уже не различаю где у меня примовский был где китайский но я предполагаю что это китайский нитков одеватель и она мне дополнила мой наборчик то есть теперь у меня это наборчик к маячкам для ножниц он такого же расцветки вот и дело в том что она мне на новый год высылала свои такие рукодельные вещички не мда маячки целый набор был но к сожалению он до меня не дошел этот пакет и я предполагаю что соседи все-таки забрали себе потому что вот такие маячки можно использовать любому и на телефончик и на сумочку ну конечно же никто мне его не вернет прекрасный маячок мне очень нравится у меня не теряется я его сразу нахожу вслепую в коробке своей рукодельной этот маячок замечательный помощник и вообще аксессуар просто прекрасный так меня фокус меняется так потом я купила себе вот такие вот бусины деревянные они мне понадобятся для оформления моей девушки с петухом вот тут я потихонечку собираю свои рукодельные вещички но мне больше ничего не понадобится кроме как ножницы рукодельные специальные цик-цак по моему ножницы называются в общем не знаю я не рискую их покупать потому что да мало ли подарят нет просто там я участвую в таком акции такой вернее игре у нас в группе немецком фейсбуке фу простите выше русскоязычные вышивальщицы в германии то есть если вы проживаете в германии то присоединяйтесь к этой группе мы там очень дружим хорошо делимся всем и не всем вот и там я участвую этой игре игре что нужно вышить открытку а на день рождения и из виши из виш листа выбрать подарочек для этого именинника и отправить и вот я вот поторопилась или не поторопилась в общем не важно у меня еще есть что вышивать из этих девушек и оформление будет одинаково и в общем я туда положила эти ножницы и вот боюсь что если я куплю мне их подарит и как бы не хотелось бы огорчать те которые стараются именно примерно участвовать в этой игре просить пожалуйста я не хотела как бы как-то обращать на это внимание и вот эти вот зажимчики я купила они маленькие для того чтобы мои остатки вот так вот закрывать чтоб не сыпалось ничего да и не прекрасно держится в принципе за часть тяжести как видите они падают вниз и здесь толще чем тут но все-таки мало ли и я решила что буду так закрывать и но все аккуратно и схемы не выпадают и ничего такого не выпадает ну и самое главное самое главное я вам рассказывала когда показывал набор от бусыла с орлом который пришел мне из россии по прекрасной цене я говорила что подружка его искала в америке не нашла и она я вернее наткнулась потом на американский и бы я вообще не понимаю как я на него наткнулась наткнулась на вот вот этот вот хит моих покупок вот это вот орла и он всего лишь стоил 19 долларов ну 19 долларов она заплатила и дело в том что никто в этом акционе не участвовал кроме ее ну и плюс 6 долларов пересылка с одного конца на адрес моей подруги и тут один коллега звонит я то вот знаете как удача так получается я полчаса назад пришла из прогулок с девчонками и мне звонят в дверь я еще такая красивая наряженная ну на емду одетая мне в домашней одежде выхожу и тут молодой человек стоит и протягивает мне этот набор но девочки тоже мечта любую любую вышивальщицы стоит красивый мужчина ты такая вся разодетой и он тебе вот так удорчает набор мечта была конечно же я сразу спросила подругу женат ли он она сказала да он женат и у него двое детей я конечно же свою подругу поругала кого она мне отправляет мне нужны холостые вот мужчины как это так и чтобы вот так вот они приходили да с таким презентом вот татьяна я хочу с вами познакомиться такой раз вручать мне набор ну да ладно мечты мечты где ваша сладость вот этот набор я собрала практически всех орлов у меня еще из алиэкспресса идет еще один орел можно было его покупать в дизайн бокс в сборке говоря что это из германии наборы я не могу этого утверждать потому что германия какие-либо аналоги копии не производит и я не могу сказать считается ли это аналогом или копией в общем дизайн бокс я не знаю такого чтобы он был создавался в германии короче не знаю но я решила что ладно мы закажем из китая будет такая пробовал меня но я вам покажу какой это будет орел и меня получается все орлы собраны вот будут вышиваться мне будет стена орлов таких вот в разных позах вот но будут у меня красивые я купила за 25 долларов я сейчас не хочу вы скажете ой так прости там подругу чтобы она тебе находила dimensions и ты покупала все подряд я не могу ее просить потому что у нее свои тела поэтому я не хочу еще загружать вот такими вот делами и сами понимаете кто не вышивает не рукодельничает так толком хотя она там вяжет всякие корзиночки начала вязать я очень этом рада то есть человек просто не понимает зачем мне гоняться но у меня даже спросила когда я получила бутылу и фотографию выслала она спрашивает а зачем тогда тебе вот этот вот понимаете меня это просто порадовал такой вопрос конечно же вышивать чтобы стены сделать с орлами когда не знаю но все будет у меня все впереди я хочу жить долго а если что-то не получится вы похороните меня пожалуйста вместе с наборами как фараонов хоронили со всеми их него богатствами пускай даже так ой прости господи конечно такое говорить девчоночки на этом все и и мальчики я хочу вас поздравить с преддверием прекрасного святого замечательного праздника пасхи готовьтесь украшайтесь вяжите до корзиночки там всякие разные вышивайте на пасочку всякие скатерти и салфеточки за этим очень наблюдаю мне очень приятно наблюдать за девчонками которые торопятся там что-то хлопочет по поводу вышивки к пасхе и как-то праздничное настроение мне действительно поднимается как вот так все прекрасно хотите украсить и оформить желаю вам чтобы у вас все получилось чтобы все было вовремя чтобы вас похвалили и чтобы праздник прошел для вас очень красиво и приятно вам на радость любви удачи и красоты вам всем пока оставайтесь креативными